На первом Ярославском новости в студии Сергей Грибушков. Здравствуйте. Начинаем сообщение из Ярославского районного суда. На процессе о гибели хоккейной команды «Локомотив» сегодня выступил единственный выживший участник авиакатастрофы, бортинженер разбившегося Як-42 Александр Сизов. Изначально показания он должен был давать в четверг, однако приехал в суд сегодня, в тот момент, когда в зале суда не было журналистов. В ходе получасового участия в процессе Сизов рассказал немного. В момент ЧП он спал и проснулся только от криков в салоне. Паники в момент взлета на борту не было, утверждает Сизов. Спустя полчаса после своего неожиданного появления в зале судебных слушаний бортинженер суд покинул. Напомню, единственным обвиняемым по уголовному делу о гибели «Локомотива» является заместитель директора компании Як-Сервис Вадим Тимофеев. Сизов произвел плановый осмотр самолета. Опять же, никаких нареканий у него состояние самолета не вызвало. После чего он принимал участие в загрузке багажа. Багаж мало того, что возили примерно в такой же комплектации. То есть он летал с локомотивом весь прошлый предыдущий сезон. То есть это сезон 2010-2011. Мало того, что возился в этой же примерно комплектации, но и располагался примерно так же, как он был расположен 7 сентября. Также Сизов развеял сомнения участвующих лиц, что самолет действительно прилетел из Москвы пустой. То есть, по его словам, никакого груза в самолете при прилете в Ярославль не было. В поселке Карачиха появится региональный центр военно-патриотического воспитания молодежи. Соответствующее соглашение между правительством области и общероссийской общественной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» было подписано сегодня. Новый центр появится на базе Ярославского отделения Куба ДСААФ. Напомню, в начале февраля в Карачихе уже прошло первое организационное совещание по созданию этого центра, а сегодняшнее соглашение позволит начать реализацию проекта, направленного на подготовку граждан к военной службе. Это авиационные виды спорта, это парашютный спорт, это стрелковый спорт во всех его видах. И стендовая стрельба, и пулевая стрельба, и арбалет, и лук. Это и серьезная спортивная база, начиная с полосы препятствий, спортивный городок для сдачи норм ГТО. Мы, во всяком случае, сегодня уже практически переходим в режим реализации. Идей на самом деле много, но главная идея – это готовка молодежи к службе в взглядах вооруженных сил и плюс воспитание истинных патриотов нашего государства. Это комплексы задачи. Областная прокуратура проверила камеру Вагинака Погасяна. На следственный изолятор Ярославский дорожник жаловался в суде во время продления ареста. В частности, Погасян был недоволен тем, что в СИЗО отсутствует электропечка, не работают радиатор отопления и унитаз. Кроме того, коммерсант обращал внимание суда, что он не может получить качественную медицинскую помощь. В конце своего выступления бизнесмен резюмировал – там собак нельзя держать. Однако прокуратура нарушений условий содержания не нашла. Как сообщает сайт надзорного ведомства, в камере у Погасяна сухо, сантехника исправна, а температура воздуха в среднем 18-20 градусов. Медицинская помощь оказывается в необходимом объеме. Напомню, Вагинак Погасян попал в следственный изолятор «Коровники» в декабре прошлого года. Бывшего владельца компании «Автодор» из строительного холдинга «Ярославль-2010» обвиняют в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По версии следствия, «Автодор» Погасяна закупал антигололедные реагенты по фиктивным договорам. Причиненный ущерб составил 19 миллионов рублей. Новички с прицелом на будущее. Ярославский «Шинник» подписал соглашение с нападающими Эдуардом Булия и Владиславом Сиротовым. Контракт первого рассчитан на два года, второго – на два с половиной. Оба футболиста хорошо зарекомендовали себя на первом учебно-тренировочном сборе команды в Турции. Однако помочь своему новому коллективу смогут только со следующего сезона. Виной всему запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на Ярославский клуб. Пока же Булия до конца сезона будет выступать за Ивановский текстильщик. Сиротов же перешел в стан черно-синих на правах свободного агента. До этого футболист защищал цвета клуба «Знамя труда» из Орехова-Зуева. Его контракт уже вступил в силу. Однако до открытия «Шинником» трансферного окна «Форвард» не может принимать участие в официальных матчах команды. Между тем, подопечные Александра Побегалова сегодня днем вылетели в Турцию на очередной учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ. Вместе с командой отправилось 24 футболиста, в том числе несколько игроков дубля. Отмечу, что в рамках этого турецкого сбора «Шинник» примет участие в традиционном розыгрыше Кубка Футбольной национальной лиги, где на групповом этапе волжанам будут противостоять Тосна, Анжи и Сибирь. Первый кубковый матч намечен на 12 февраля.